Привет! Сейчас поговорим про обычные крючья и про якорные крючья, чем они друг от друга отличаются. Начнем с обычных. Вот так выглядит обычный вертикальный крюк. Их обычных крючев несколько видов. Это вертикальный, вот такой универсальный и швеллерный. Вертикальный крюк, как следует из названия, предназначен для вертикальных трещин. То есть если трещина вертикальная, то забивается крюк вот таким вот образом и держится в трещине за счет того, что повторяет ее изгибы и не вываливается. Универсальный крюк. Универсальный крюк можно бить как в горизонтальные трещины, так и в вертикальные. Он работает и в тех, и в других одинаково хорошо, и в этом его преимущество перед вертикальным. Швеллерный крюк. Швеллерный крюк также работает в любых трещинах, в диагональных, вертикальных, горизонтальных. И перекрывает больше диапазон трещин, чем, положим, универсальный. То есть универсальный он тоненький, а швеллерный потолще. Держится в трещинах он за счет того, что когда его забиваешь внутрь, он расширяется, вот эти как бы П-образные его части, раздвигаются в стороны. И тем самым держится. Если крюк не залез до конца, если он забился только вот настолько, то не нужно пристегивать карабин в самую дальнюю дырку. Вот сюда. Так будет довольно большой рычаг, который будет его выламывать. Это плохо, так он может вывалиться. Куда безопаснее и удобнее пристегнуть к дырке, которая ближе к скале. То есть вот, в моем случае, вот сюда. И так он будет нормально держаться и рычаг будет меньше. То есть так получается безопаснее. Сейчас практически не используются вертикальные ключи, потому что им на смену пришли якорные. Якорные гораздо лучше держатся в разрушенных скалах, либо в каких-то подвижных, забитых грязью. Они держатся за счет собственной геометрии. Они бывают большими, бывают меньшими, бывают совсем маленькими. Но суть у них у всех одна и та же. Под действием, под нагрузкой, якорь только садится глубже в трещину и так держится. И бывает такое, что их можно просто поставить в готовую дырку, просто руками. И он уже будет достаточно надежно держаться. В частности, в Крыму такое сплошь и рядом, когда маршруты захожены, на них бюрки. И якоря можно ставить просто руками, при этом они уже держатся. Может быть, это чуть-чуть добавить молотком. Якоря делают на территории СНГ в Красноярске. Еще их делали в Харькове, сейчас как-то меньше. И в Красноярске. Больше всего ассортимент это питерские крюконоги. Ну, собственно, вот один из этих крючев. Одно из таких усовершенствований это крюк с отогнутым ушком. Очень удобно, когда забиваешь крюк вдоль стенки, потом пристегиваться вот сюда. То есть, если я забил бы его вдоль стенки угла, то у меня осталась дырка, в которую можно нормально пристегнуть карабин. То есть, он туда помещается. С обычным крюком такого не получится. Если забить его вдоль плоскости, то карабин пристегивать некуда. Минус крюка с отогнутым ухом в том, что если он остался у вас один, а трещина разгорнута в другую сторону, то получится вот такая вот дырка. Так будет неудобно. Но тут уж либо удобство, либо какая-то универсальность. Якорные крючья, несмотря на то, что у них нет каких-то международных сертификатов, довольно надежные. И они выдерживают большие нагрузки. То есть, теми можно смело страховаться. Но при этом делать станцию, положим, из одного якорного крюка нельзя, как из любой другой точки. По меньшей мере, их должно быть два, а лучше три. Если к якорному крюку приделать ручку, если к большому якорю приделать ручку, получится фифа. Фифы предназначены для прохождения маршрутов на ИТО. То есть, когда вы не можете лезть руками и ногами, вы будете забивать какие-то крючья, пристегивать к ним лестницы и шагать. Чтобы не забивать крючья каждый метр, можно использовать фифы. То есть, вы будете страховаться, положим, раз в три-четыре метра, а подниматься наверх на фифах. Их можно как забивать, так и просто ставить перелив и таким образом лезть вверх. Иногда фифы можно оставлять для страховки, так же, как и обычный якорный крюк. Просто пристегнуть к дырке оттяжку и оставить для страховки. Выдержит фифа чуть меньшую нагрузку, чем крюк среднего размера. То есть, она может просто скрутиться при большой нагрузке. Ну, под большой, подразумеваю, полторы тонны. Под вашим весом она так не сделает. Иногда для удобства ручки фифы обматывают репснуром и потом ликопластырем, либо чем-нибудь еще, чтобы было пошире, чтобы было удобно держаться. Иногда просто ликопластырем. Иногда их приходится брать в зубы, и если ручка ничем не замотана, то просто пихаете в рот кусок железа, приятного мало. В середине есть дырка для того, чтобы позиционировать себя повыше. Когда поднимаетесь, можно будет сюда вставить крюкопус, это специальный инструмент для ИТО, и стоять маленько повыше. В голове и фиф, и якорных ключев есть дырки. И хранить их нужно именно так, то есть, пристегивать вот таким вот образом. Такая же ситуация с якорными ключами, то есть, только в голову. Потому что, если повесить якорь за ножку и повесить его на обвязку, он будет болтаться в области мягких тканей. И если вы нечаянно куда-то упрелись или сянете, то вполне вероятно, он отмнется вам в ягодицу и будет больно. Для того, чтобы выбить якорный клюв, нужно бить вот по этой части. Здесь маленькая зазубринка, и по ней просто бьете молотком, и он выдвигается вверх. Иногда можно бить по ножке. В общем, главная задача в том, чтобы сдвинуть его вверх. Иногда якоря бывают заточенными, то есть, клюв острый. А иногда нет, вот эти, по-моему, не заточенные. Те, которые заточенные, они удобнее, потому что по ним лучше лезут в трещины. Якоря делают из таких известных производителей Black Diamond и Cassine, но они дорогие. То есть, они по цене никак не сравнивают с крюконогами или красноярскими. Якоря очень удобно использовать на грязных маршрутах, ну, на маршрутах, где трещины забиты льдом или снегом, либо какой-то грязью, либо крошкой каменной. Они там работают гораздо лучше, чем вертикальные ключи. При этом якоря нельзя бить горизонтально. Если вы забьете его горизонтально и встегнете карабин в ножку, то крюк будет просто выламываться, и под действием, в том же случае, рывка, он может просто сломаться. Если очень сильно хочется, то можно пристегнуть карабин в голову. То есть, если других вариантов нет и нужно забить якорь горизонтально, то нужно карабин пристегивать вот сюда вот в дырку, которая у него в голове. Но делать так не стоит. Всегда лучше иметь несколько универсальных крючев, либо тонких швеллеров, чтобы перекрывать горизонтальные трещины. На этом у меня все.